Всем здоровенько. Меня давно тут не было, ну, неделю, вот. И я по вам соскучился, и как раз-таки, бац, и Xbox Gaming Showcast. Да, новые игры, порция новостей, куча новых игр, и давайте сначала не об этом. Как вы заметили, ну, те, кто следят за мной, что стримы вообще пропали с моего канала, и это не просто так. Сейчас я очень сильно загружен работой, у меня их одна и две работы, да. Поэтому я просто физически не справляюсь с потоком всей этой фигни, и да. Короче, я хочу перед вами извиниться, и, возможно, кусочек этого месяца и следующего будет для меня очень напряженными, но, обещаю, в августе все исправится, все будет нормально, я найду правильный курс, и я уже к нему иду. Поэтому стримы будут, и будет еще розыгрыш для вас. То есть я давно его уже готовлю, он обязательно будет в августе, так что следите за моим каждым роликом. Ну, а мы начинаем. Погнали. Итак, я скажу только про те игры, которые мне понравились, про всякую чушь в виде интерактивных фильмов я говорить не буду, поэтому субъективно мой топ игр от Xbox. Хэлла Инфинити. Блин, ну, прикольная игра. Прикольная, хотя уже кучу мемчиков про нее наделали, там где графика не важна, или графика важна, но не суть. Короче, игра прикольная, похожа чем-то на Doom. К сожалению, это эксклюзив Xbox, поэтому на компе я в нее не поиграю, а Xbox покупать я, я что, долбоеб что ли? Короче, да, прикольная игра, поэтому если ее портируют на ПК каким-то образом, либо у меня как-нибудь появится Xbox, я обязательно в нее сыграю. Следующая игра у нас Stay Of Decay 3. Что-то я, блядь, выебываюсь, короче. Stay Of Decay 3. Я играл в первый Stay Of Decay, не играл во второй, к сожалению, потому что после первого у меня остались такие двоякие ощущения, но в принципе эта игра мне понравилась, и она мне затянула даже, но в середине она, как всегда, как многие просто игры, она проседает, потому что ты вроде бы вначале так раскручиваешься все, ты реперы там, копишь ресурсы, там мало патронов, это, блин, круто, там сражение с одним зомби, с каждым становится для тебя каким-то челленджем, но потом ты уже типа, ну ладно, вот убью там так, убью эту кучу, пойду, зачищу там, спасу этих дебилов, и все. Больше там не было никаких таких вот интерактивных вещей, то есть какие-то задания, каких-то квестов, что-то еще, ничего там не было. Просто убиваешь зомби, фармишь и проходишь основной сюжет, который просто убогий. Тем более в трейлере показали то, что там животные могут заражаться, поэтому, мне кажется, будет прикольно. Посмотрим, как они всю эту фишку обыграют. Forza Motorsport. Вообще, так по мне, Forza это сейчас номер один среди игр на Xbox и на ПК, я имею ввиду игр в жанре гонки, потому что, ну, назовите мне еще какую-нибудь игру, которая также будет прикольна и свежа. Need for Speed Heat? Да, я делал на него обзор, это говно. Но, что еще? Grand Tourism? Ага, нет, она уже на PlayStation, и, к сожалению, на ПК она не выходила. Есть автосимуляторы, там, F1, ассета Corsa, но это автосимуляторы, а Forza это фан, это фан. Поэтому, мне кажется, будет прикольно. А еще они убрали номер, они убрали номер, да, они убрали номер в своей игре. Что это значит, что, возможно, будет глобальный перезапуск. И, блин, это круто. Возможно, эта игра будет очень долго поддерживаться. Ну, не будем загадывать на будущее, и пойдемте к другой игре. Короче, очень крутой трейлер, очень захватывающий такой, похоже чем-то на Skyrim. И, там есть магия. Да, магия, круто, блин. Короче, мне нравится фэнтези. Я очень люблю читать фэнтези, смотреть фильмы про фэнтези, и играть в фэнтези. Поэтому, эта игра мне зашла по трейлеру. Присмотритесь к ней, если она вам не понравилась. Хорошая задумка, поэтому будем ждать. И, если выйдет на ПК, одобряем. Ну, и, конечно же, да, я поймал маслину. А, нет, вышел S.T.A.L.K.E.R. 2. Эй, дебил, он вообще-то не вышел, он выйдет только в 21-м году. Че, серьезно, да? Блин, ну ладно. Короче, S.T.A.L.K.E.R. 2... Я офигел, конечно, мне очень понравилось. Очень понравилось. Все это атмосфера. Конечно, графонием там и не пахнет. Но S.T.A.L.K.E.R. когда-нибудь был про графику? Мне кажется, нет. Про атмосферу. И это круто. Там, по-моему, Unreal Engine 4 или 5. И все выглядит настолько, настолько вот свежо и сочно, что прям хочется в него поиграть. Поэтому S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на ПК. Конечно, я в него поиграю. Хоть я и не фанат S.T.A.L.K.E.R. Crossfire X. Вот это уже меня немного так зацепило. Данный шутер мне напомнил Battlefield 3. Серьезно, прям сильно напомнил. Хотя там есть немного и от Call of Duty, но и от Battlefield, да, короче, это полная смесь. Вот ее на ПК я буду реально ждать. Поэтому вроде бы как неплохая стрельба, хороший сюжет, прикольные способности, как в Crysis, там, типа, невидимости и все дела. Прикольная игра. Будем ждать. И, конечно же, Фейбл, да. Я недавно проходил Фейбл у себя на стриме. И я еще раз вспомнил то время, когда я играл первый раз в Фейбл Аниверсити, и это было офигенно. Ведь Фейбл это не просто РПГ. Это не как Скайрим. Это как сказка. То есть вы играете, вы как будто читаете сказку. Если не играли, то обязательно попробуйте. Поэтому я жду новый Фейбл. Трейлер был офигенный. Там, где жапа съедает феечку, и говорится, что жизнь, типа, разочаровывает. То что, да, прям в стилистике и в духе Фейбла. Очень хочу попасть обратно в этот Альпион и походить, побродить, что там, да, как там, да. Надеюсь, они придумают какие-то новые фишки в свою игру, чтобы побольше его исследовать, побольше углубиться в нем. Потому что именно всякие разные квесты дополнительные, они играли основную роль в Фейбле. Потому что это было прикольно. Серьезно, там можно было не проходить основную линию квестов, а можно просто бегать и брать квесты от других, потому что это прикольно. Поэтому я очень жду Фейбл. Ну а на этом все. Да, это все игры, которые мне понравились на Xbox Game Showcast. Еще раз прошу прощения за то, что я отсутствовал так долго на стримах. Обязательно в августе исправлюсь и разыграю вам много крутых подарочек. Подарочек. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok